Несколько десятков будущих мам, у каждой десятки вопросов. К такому ответственному мероприятию, как роды, лучше готовиться заранее, убеждена Оксана Быстрова. Очень много интересной информации и о том, как проходят роды, и послеродовый период, и пребывание в палатах повышенной комфортности. То есть, если возникают какие-то дополнительные вопросы, врачи отвечают, консультируют. Выбор роддома – процедура привычная. Современные женщины не любят полагаться на случай. Вопросы задают конкретные. Что можно взять с собой? Какие условия и правила их ожидают в больнице? Можно ли приходить родственникам? И какие трудности могут ожидать их во время родов? Современные женщины, они, конечно, сейчас достаточно информированные. Но, тем не менее, им хочется услышать в живой беседе, им хочется услышать ответы на те вопросы, которые их волнуют в конце беременности. Я думаю, неплохо рассказать будущим потенциальным мамам о том, что их ожидает в нашем родильном доме, что связано с появлением на свет детишек. И я думаю, что у них сейчас появится много достаточно профессиональных вопросов. Роддом больницы «Семашка» – один из самых больших в Самаре. Каждый год принимает более пяти тысяч родов. Здесь самый низкий процент кесаревых сечений. Специалисты стараются, чтобы процесс прошел естественно. В последние пару лет стали меньше рожать вторых и последующих детей. Сами мамы становятся взрослее. На первого малыша решаются примерно в 30 лет. Врачи говорят, что это не хорошо и не плохо. Просто данность, с которой они работают. Это первый день открытых дверей в родильном доме. И, вероятнее всего, он станет традиционным. Ведь чем лучше построена совместная работа будущих мам и врачей, тем приятнее будет отсюда уезжать. Вот так торжественно, с шариками, наклейками и прочими праздничными атрибутами. Я-то знаю. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. Олеся Корецкая, Сергей Баскин.